Всем привет! У меня сегодня на тесте портативная акустическая система JBL Partybox 310. Думаю, начнем по классике с внешнего вида, а закончим уже звуком. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал, если это видео вам понравится. А я надеюсь, что так оно и будет. Комплект максимально прост. Это сама колонка и кабель для зарядки. Все. Ну и, разумеется, документация, краткое руководство, гарантийный талон и паспорт безопасности. Нужен AUX? Покупайте сами. Нужен кабель для машины? Соответственно, также берете кошелек и идете в магазинчик. Поэтому, чтобы не тратить время, я рекомендую вам заранее подумать, для каких сценариев вы будете использовать эту акустическую систему. Со мной все просто. Я ее домой закатила, и она у меня по квартире только катается. Но я не исключаю, что доп-провода в машину мне ближе к лету, наверное, тоже пригодятся. То, что она катается, это отчасти ее фишка, и да, у JBL есть еще модель с колесиками, но здесь все как-то очень продумано. Пати бокс весит почти 17,5 килограмм, и носить ее на себе, ну, просто нереально. Ну, разве что вы не какой-нибудь Макс Новоселов. С центром тяжести все в порядке, перекатывать легко, ручка как у чемодана. Простым движением складывается и также просто достается. При этом колесики мягкие, поэтому колонка едет очень тихо, не гремит на плитке. Выглядит реально как огромный чемодан, особенно при моем маленьком росте. Корпус обтекаемый, без углов, выполнен из прочного пластика. Прорезиненные ножки есть по кругу, поэтому поставить ее можно как горизонтально, так и вертикально. В таком виде, мне кажется, удобнее всего. Во-первых, и места меньше занимает, во-вторых, все управление сверху прямо перед вами, да и ручку, собственно, без лишних движений. Можете сразу достать и перетащить эту систему когда-нибудь в другое место. Но если что, ее вообще можно даже на стойку поставить. Правда, разумеется, саму стойку придется докупать дополнительно. Кстати, что касается вот этого диджейского пульта. Кнопки механические, тактильно приятные. Какая и за что отвечает, нетрудно догадаться даже без инструкции. Но мы с вами по ним все равно пройдемся. Это увеличение, уменьшение громкости, пауза, а также перелистывание треков. Активация Bluetooth, кнопка включения, управление подсветкой. Выбор способа подключения, Bluetooth, USB флешка, AUX. Бас-бустер, для усиления баса есть мини-диджейский пульт. Три заготовленных эффекта. По умолчанию здесь заданы эффекты трубы, хлопков и скретч. Но это все настраивается в приложении. Для удобства управления, кстати, есть даже площадка под планшет. Но и это еще не все. Разъемы спрятали за силиконовыми крышками. Отдельно разъем для зарядки. Причем кабель такой надежный, толстый. Остальные спрятаны отдельно. Здесь USB разъем для подключения флешки. Клавиши сопряжения с другой аудиосистемой, если возьмете две, например, для беспроводного подключения друг к другу. Разъем для микрофона, гнездо для второго микрофона или гитары. Все настраивается при этом. Есть регулировка громкости и гейна входов. Переключатель тоже есть. Обычный 3,5-миллиметровый аудиоджек и гнездо питания в авто через прикуриватель. Есть еще пара разъемов Daisy Chain. Они предназначены для подключения серии таких же колонок друг к другу по проводу. Но кабеля в комплекте нет. Кстати, обратите внимание на то, что это силиконовые плотные заглушки, которые хорошо защищают разъемы от попадания воды. Сверху все тоже довольно закрытое, без широких швов и щелей. Все потому, что 310-я с защитой от брызг класса IPX4. Так что вы можете смело ставить ее у бассейна, например, и не переживать за то, что с ней что-то случится от брызга воды или легкого дождя. Но важное условие. Все разъемы должны быть плотно закрыты. Так что проверяйте лишний раз. Вы можете спросить, но как же колонка будет работать без кабеля для зарядки? А я вам отвечу ого-го как. Потому что здесь встроенный аккумулятор, который рассчитан до 18 часов работы. Естественно, время работы зависит от громкости, от работы подсветки, от типа подключения к ней по Bluetooth, разумеется, потребление выше. Радиус его действия, кстати, до 10 метров. Это при том, что он на пути нет стен или каких-то серьезных для сигнала преград. Поэтому идеальный вариант долгоиграющий – это подключение посредством AUX. На зарядку потребуется до 3,5 часов. Включаем, подключаем к телефону, открываем приложение PartyBox, смотрим, что тут есть. Режим включим, подсветки. Рок, неон, клуб, плавный переход, пульсация, фристайл. Разные оттенки можно при этом использовать и выставлять, в каком направлении свет будет перемещаться. Короче, очень круто. Плюс вы сами можете выбрать, какой именно оттенок вы сейчас хотите. Либо нажать «Случайный выбор», либо вовсе выключить подсветку. Это стробоскоп, и, соответственно, его тоже можно включить. Диджейские эффекты. Всего тут их 9 штук. У нас по умолчанию стоит труппор, аплодисменты и скретч. Но можно, соответственно, выбрать вот такой эффект, такой скретч. Лай собак. На конора не похож. Похож на человеческий лай, мне кажется. Вот так звучит лайк. Бу. Ну, вот эти, мне кажется, самые прикольные, поэтому я так их и оставлю. Технология TVC. Эта технология позволяет подключать вам, соответственно, другую колонку, чтобы увеличить мощность. У меня второй колонки такой нет, поэтому нет смысла даже его активировать. Из других опций у нас есть настройка баса, высоких частот, эхо. Эхо на минимум. Все вернем, как было. Вот. Вот так. Есть два режима усиления баса. Ну, я нажму off. Ну что, половину видео уже посмотрели, а я до сих пор не дала вам послушать эту крутышку. Предлагаю это исправить. Только как бы это сделать, чтобы и меня за авторские права не наругали, и вы при этом музыку послушали. Так что, ребята, по всем канонам YouTube 7 секунд это все, на что мы можем рассчитывать. Не знаю, насколько хорошо вам слышно. Субтитры сделал DimaTorzok Вы слышите музыку через камерный микрофон, а он не самый лучший, поэтому вам, конечно, сложно судить, как она играет. Поэтому я попытаюсь описать вам свои эмоции. Когда она ко мне приехала, я включила первый рандомный трек и сразу же заметила, насколько качественно она звучит. Он объемный, богатый, никакой каши при этом нет. Получается очень вкусное звучание. Напомню также, что вы можете отрегулировать басы, например, или высокие частоты. Но мне, честно говоря, уже из коробки все пришлось по вкусу. Хотя нет, бас чуть позже я поубавила, потому что то ли у меня треки с таким мощным басом были, то ли он здесь априори достаточно сильный, поэтому слегка выбивался. Подсветка. Обратили на нее внимание? Есть несколько режимов, она достаточно яркая, поэтому в темное время послужит еще и хорошим стробоскопом или ночником. Настраивается как на пульте управления, так и в приложении. Квартира у меня маленькая для этой колонки, хотя на самом деле квартира-то не маленькая, просто комната, в которой она стоит, маловато. Идеальное помещение для нее, мне кажется, в 70-100 квадратных метров, и разумеется, в моей комнате нету половины от этих цифр, поэтому я включаю такую колонку на громкости в 20-30%. И то, мне кажется, что при 30% сосед начинает слушать музыку вместе со мной. Сейчас попробуем включить колонку на максимальную мощность, я очень боюсь, честно говоря, и, знаете, чувствую себя как школьник, который стоит на балконе, приготовил ведро с водой и вот-вот выльет его на человека снизу. Как будто я нашкодить собираюсь. Надеюсь, мои соседи меня простят. Ну что, ребят, мы специально вышли во двор, чтобы включить эту колонку на полную мощность, надеюсь, что никого здесь мы точно не разбудим. Так что погнали. Знаете, какой трек хочу включить? Правда, долго послушать его не получится. Не знаю, как вам слышно, но мне кажется, она очень круто звучит. Очень громко, мощно и при этом объемно. Вот здесь все 240 ватт, мне кажется, отрабатывают на полную. Здесь 4 динамика, 2 по 176 миллиметров и еще 2 по 65 миллиметров. Система усиления басов тоже очень хорошо показала себя на улице, она тут очень даже к месту. Нас было слышно издалека. Ну и, конечно же, это не просто акустическая система, а караоке-колонка, поэтому на тусовках с пением такая вещь будет центром внимания. Ну что, друзья, всем огромное спасибо за просмотр, надеюсь, что видео вам понравилось, и вы обязательно подпишитесь на мой канал. Если до сих пор еще по каким-то причинам это не сделали, поставите мне лайк, отпишитесь в комментариях, что вообще думаете по поводу этой портативной акустической системы. Ну а я с вами прощаюсь, совсем скоро увидимся. Пока-пока. Пока-пока.